Свобода религии или убеждений. Права родителей и детей. Статья 18 Международного пакта о гражданских и политических правах предусматривает конкретные права родителей и детей относительно свободы религии или убеждений. В ней указано, что родители и законные представители ребёнка имеют право давать своим детям религиозное и нравственное воспитание и организовывать семейную жизнь в соответствии с их убеждениями. При этом права человека распространяются не только на взрослых. У детей также есть право на свободу религии или убеждений. Например, право участвовать в жизни религиозного сообщества или группы по убеждениям, а также принимать участие в религиозных праздниках и богослужениях. Дети также имеют право на доступ к религиозному образованию согласно пожеланиям их родителей или опекунов. Они не могут в принудительном порядке привлекаться к религиозному обучению, которое противоречит желанию их родителей. По мере взросления собственные пожелания детей должны всё больше приниматься во внимание. Существует множество примеров нарушений этих прав. В странах Центральной Азии из советского прошлого сохранилось стремление государства контролировать все области жизни общества. Так, законы в Таджикистане запрещают детям до 18 лет участвовать в религиозных мероприятиях и богослужениях за исключением похорон. В других странах Центральной Азии власти задерживают и запугивают детей школьного возраста, которые посещают мечети и христианские церкви, а также участвуют в летних лагерях. Также известны случаи публичных доносов на учеников в школах. В некоторых странах власти препятствуют участию детей в религиозной практике. В других же странах государство принуждает детей из религиозного меньшинства участвовать в религиозном обучении, стремясь обратить их в религию большинства. Это происходит, несмотря на то, что государства обязаны обеспечить право детей на отказ от конфессиального обучения не только в теории, но и на практике. Например, в Турции, несмотря на реформы, школьные занятия и учебники по религиозной культуре и этике все еще содержат религиозные предписания. Теоретически, еврейские и христианские школьники не обязаны присутствовать на этих занятиях, однако на практике эти исключения сложно или невозможно воплотить в жизнь. А дети алавитов, бахаи, атеистов или агностиков или же школьники, которые имеют свои собственные убеждения, обязаны посещать религиозные занятия. Во всех перечисленных примерах нарушаются права и родителей, и детей. До того, как была принята Конвенция о правах ребенка, в международных документах по правам человека практически не обсуждался вопрос прав ребенка. Положение дел изменилось, когда в Конвенции было прописано, что дети обладают правами, а в статье 14 было указано право ребенка на свободу религии или убеждений. В статье 14 дети представлены как независимые и уязвимые, нуждающиеся в помощи и руководстве родителей при осуществлении их права на свободу религии или убеждений, особенно по отношению к государству. Конвенция устанавливает принцип, что в любых вопросах интересы ребенка должны быть обеспечены наилучшим образом. В Конвенции также подчеркивается, что ребенок обладает правом свободно выражать свое мнение по любым вопросам, касающимся его самого. Тем не менее, обычно взрослые, в частности родители, решают, что является наилучшими интересами ребенка и выступают в защиту этих интересов. Однако иногда интересы детей и родителей могут не совпадать. В таких случаях необходимо найти баланс между правом ребенка на свободу религии или убеждений и этим же правом родителей. При этом могут затрагиваться такие вопросы, как в каком возрасте ребенок имеет право принимать свои собственные решения относительно религии или убеждений, а когда решать, хочет ли он ходить в церковь или нет. Согласно Конвенции о правах ребенка, воспитание, которое родители дают ребенку, должно осуществляться в соответствии с развивающимися способностями ребенка. Иными словами, чем старше и взрослее становится ребенок, тем больше свободой он должен быть наделен. В международных правовых нормах указано, что взрослый – это человек, достигший 18-летия. Вместе с тем вопрос о том, насколько дети самостоятельны и зрело на каждом этапе детства, в разных культурах и контекстах, решается по-своему. В разных странах – разные законы и нормы. Например, в Швеции дети старше 12 лет не могут быть сделаны членами религиозной общины против своей воли. Тем не менее, Конвенция о правах ребенка устанавливает универсальные нормы относительно воспитания детей родителями и включает в себя положение о том, что действия родителей, основанные на религии или убеждениях, не должны наносить вред физическому и психическому здоровью или развитию ребенка. Случаи, когда право родителей на свободу религии или убеждения находится в конфликте с таким же правом ребенка, редко попадают в суд, и все же примеры есть. В случае со свидетелями Иеговы, которые не позволили произвести переливание крови ребенку, суд вынес решение против свободы религии или убеждений родителей и в пользу права ребенка на жизнь. Подведем итог. В этом видеоролике мы рассмотрели права родителей и детей. Дети обладают правом на свободу религии или убеждений, а родители имеют право воспитывать детей согласно своим убеждениям. Воспитание должно осуществляться согласно степени зрелости ребенка, а религиозная практика или убеждения не должны наносить вред психическому и физическому здоровью или развитию ребенка. Примеры нарушения этих прав охватывают как случаи, когда в странах детям запрещено исповедовать религию, так и случаи, когда государство насаждает детям из числа религиозного меньшинства обучение религии большинства. Более подробная информация о праве родителей и детей относительно религии или убеждений, а также тексты соответствующих документов о правах человека, упомянутых в учебных пособиях, расположены на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok